МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите культурное обозрение в студии Анастасии Гришина. Сегодня мы расскажем вам о самых заметных культурных событиях за последнюю неделю. Прямиком из США. В областной столице провели мастер-класс музыканта из Висконсина. Почему именно Орел? Обновление. Школа искусств в Змеевке претерпевает изменения. Ярко и с размахом в Орле провели фестиваль народных ремесел. Что показывали и чему учили. Ведущие преподаватели и исполнители из США провели мастер-класс для орловчан. Наталья Моисеева и Иван Конев раскрывали обучающимся и преподавателям тонкости владения скрипкой и фортебиана. Десятки слушателей посетили их уроки в детской музыкальной школе номер 3 имени Прокофьева. К ним присоединилась и наша съемочная группа. В музыкальной школе номер 3 города Орла звучание фортепиано и скрипки прямо сейчас приобретает совершенно иной характер. Связано это с тем, что здесь гостят два известных преподавателя университета Висконсина в США. Их имена знают во всем мире. Одна искусно управляет скрипкой, пальцы другого виртуозно перебирают клавиши фортепиано. Творческий путь Натальи Моисеевой начался в Орле. Теперь же сюда она возвращается, чтобы дать мастер-класс подрастающему поколению, чьи притязания ничуть не меньше. Самое главное это то, что очень много энтузиазма и желания. Это самое главное. Когда видишь, что и педагоги, и студенты горят желанием, это самое главное. Если есть желание, то все остальное при хорошем приложении и навыках, и труде, естественно, занятиях, это все приложится. Скрипка в чистом виде, музыка не для всех. В ней кроется некое благородство, глубина, блеск, мягкость и непокорность. Строптивый инструмент, который не каждому под силу опуздать, уверяет музыкант. Слышишь разница? У тебя очень хорошие пальчики, гибкие, мягкие, замечательные. А теперь позволь смычку взлететь. Иван Конев, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, преподаватель университета штата Висконсин, играет на целом оркестре. Так негласно называют фортепиано. При нажатии одной из педалей звук меняется, мелодия разнится, даже если слегка изменить нажатие пальцев по клавишам. Постарайся все это сделать, какую-то оркестровочку пальцами на данный момент. Рахманинов, Рорем, Генрик Винявский. На примере этих композиторов ведущие преподаватели университета Висконсина передавали юным дарованиям свои навыки, умения и тонкости. К концу этого года коллектив Змеевской школы искусств приступит к занятиям в капитально отремонтированном здании. Строение было возведено более 40 лет назад. Помимо первой за всю историю масштабной реконструкции, школа искусств получила новое оборудование и музыкальные инструменты. Какие, знает Наталья Пехтерева. В детской школе искусств, поселка Змеевка, перезагрузка, капитальный ремонт, вторую жизнь зданию 79-го года постройки подарил национальный проект «Культура». На ремонт выделено более 21 миллиона рублей. Вот она, будущая концертная площадка всего Свердловского района. В этом зале и до ремонта проводились все основные районные мероприятия. Зал рассчитан на 404 кресла посадочных места. И мы планируем закупку новых кресел. И, конечно же, для зала будут приобретена новая одежда сцены. Это и занавес, и кулисы. Но это будет на заключительном этапе. А пока строители готовят главный зал ко встрече со зрителями. Глава района Виктор Рожков во время контрольных визитов напоминает подрядчикам о качестве работ и сроках выполнения контракта. Людей вы добавили на объект? Да, людей мы добавили на текущий момент на объекте 22 человека. Ну, это нормально, это хорошо. И сомнений нет, что вы в сроки уложитесь и вовремя сдадите нам. Люди соскучились по песням, по танцам. Поэтому вся надежда на вас. Преобразятся все остальные помещения зданий от фойея классов до вспомогательных комнат. Они станут светлыми и уютными. По контракту срок сдачи объекта 1 октября. Самая сложная часть работ, наверное, это стены. Потому что здание уже много лет стоит. И как это строилось, мы не знали. В процессе демонтажных работ выяснялись все новые и новые нюансы, которые нам приходится исправлять сейчас. Как вы видите, на объекте очень усиленно идут штукатурные работы. Открытие мы планируем 20 декабря. Потому что, конечно же, предстоит еще один сложный вид работ, скажем так. Это переезд в это здание. Здание преобразится снаружи. Фрески на фасаде здания будут сохранены. Они имеют определенную историческую ценность для района. Будут выполнены покрасочные работы фасада здания по кладке кирпичной. Ну и, конечно, планируется ремонт козырька. Учебный и творческий процесс выйдет на новый уровень, обещает руководство школы. Приобретается новое оборудование и музыкальные инструменты. Это баяны-аккордеоны. Буквально вчера мы получили их. Флейты, гитары, чехлы для музыкальных инструментов. В ближайшее время мы ожидаем поставку струнных народных инструментов. Но и с поставки музыкальных инструментов, конечно, венцом будет поставка рояля. Количество педагогов и учащихся увеличится. Планируется открытие отделения деревянно-духовых инструментов. Творчество Пластова является одной из вершин искусства социалистического реализма. Его произведения вошли в историю как советского, так и мирового искусства. Пластова считают великим художником крестьянской России. Село Преслониха Ульяновской области, где он родился и жил, и работал, стало источником его вдохновения. Портреты Пластова продолжают замечательные традиции русской живописи, в частности, традиции крестьянских портретов, созданных Репиным, Суриковым, Серовым. За 30 с лишним лет он написал около 20 портретов членов семьи Шарымовых. В фондах музея находятся два портрета. Один из них, Соня Шарымова, поступил в музей в 2002 году из Министерства культуры Российской Федерации. Портрет Дарьи Федоровны Шарымовой происходит из собрания прямых наследников и приобретен непосредственно у Николая Николаевича Пластова, внука Аркадия Александровича Пластова. Дарья Федоровна Шарымова – жительница села Преслониха. Мать-героиня родила и воспитала 12 детей, о чем говорят награды, изображенные на портрете. Два ордена материнская слава первой и второй степени и две медали – медаль за материнство первой и второй степени. Своих героев Пластов знал на протяжении многих десятков лет. Всматриваясь в лица своих моделей, он старался распознать и выразить типические особенности крестьянского сословия, которому принадлежал и сам. Портрет написан в 1964 году. Дарье Федоровне здесь всего 49 лет. За ее хрупкими плечами 12 детей и целая жизнь. Дарья Федоровна прожила долгую жизнь, охотно делилась своими воспоминаниями о Пластове. Аркадий Александрович очень любил писать детей. Он часто делал их героями своих картин. «Ребятишек я люблю», – говорил он. «Как описать их прелесть?» В детском лице на открытом воздухе ясность, свежесть цвета, приближающаяся по красоте к звукам. Писать ребятишек – одно наслаждение. Соня Шарымова, дочь Дарьи Федоровны. Написана Пластовым в 1960-е годы. На портрете Соне около 10 лет. Девочка изображена в профиль, сидящей на краешке стула, в простеньком ситцевом сарафане. Нарядный красный платок повязан назад, так же, как и у мамы. Руки по-взрослому сложены на коленях. Серьезный взгляд широко раскрытых глаз устремлен вдаль. С чувством собственного достоинства она позирует художнику. Но как только закончится сеанс, она вновь вернется к своим обязанностям, которых очень много у деревенской девочки. Фестиваль мастерской «Орловской игрушки» состоялся на площадке перед театром «Кукол». Народные умельцы им представили на суд маленьких зрителей, плоды своих трудов, рассказали и показали, как сотворить ту или иную поделку. Чем удивляли, расскажем далее. Первая мысль после увиденного – карнавал в Рио-де-Жанейро. Обнарядов в глазах пестрит. Но все более прозаично и доступно. Это часть областного фестиваля народных промыслов, где каждый почитатель своей истории постарался привлечь внимание. Это старинные украшения шейные, которые крестьянки в обязательном порядке носили на праздники. Соответственно, они бывали тканые, вот такие вот, как я делаю, как вот здесь вот. И ручное было так называемое ткачество без употребления рамки, которые... То есть они просто на руках его ткали. На фестивале народных ремесел можно не только изучить разнообразие культурного наследия, которое имеется в Орловской области, но и стать его частью. А именно поучаствовать вот в таких мастер-классах и создать свою уникальную игрушку. Мастера и мастерицы съехались сюда со всей Орловщины. Многие из них своему делу отдали уже десятки лет. Как, например, Вера Соколова. Она собрала вокруг себя целую группу маленьких рукодельниц, рассказала и показала основные секреты и тонкости плетения из соломы и трав. Мы занимаемся плетением из соломки и листьев початков кукурузы. Ну, а также собираем травы, вот делаем букеты из трав. Вот, сейчас мы делаем ангелов из листьев кукурузы. Вот, примерно такой. Этот промысел – вещь не сугубо женская. Для Ивана Цуканова знакомство с берестой стало случайным. Как показывают годы, эта случайность оказалась не случайной. Сколько через его пальцы прошло лыка, не подсчитать. На фестивале Иван показывал, как из максимально натурального, природного материала сделать старинную обувь. Когда работаешь, так далеко уходишь. Вспомнишь, там и деда, и отца, что-то такое вот, и старину, как люди жили. Нас интересовало то, как это все делается. В Орле стартовали мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения нашего прославленного земляка Леонида Андреева. Гостей встречали сразу в нескольких локациях, где можно было проследить весь сложный жизненный и творческий путь писателя. К примеру, на площадке перед библиотекой Бунина каждый желающий мог прочесть любимый отрывок из Андреевского произведения. А в минувшую субботу его память почтили в доме-музее. Новая фотовыставка «Радость Мазеринства» открыта в Краевическом музее. Ее автор Игорь Горелик. 28 августа в городском парке состоится мероприятие «Орловская казачья вольница». Гостей ждут к 14.00. В музее Тургенева обновление экспозиции «Дни нашей жизни». Выставка, посвященная юбилею писателя Леонида Андреева. Вы смотрели «Культурное обозрение». Встретимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова